Девушки отдыхают Психология 1890 год Free Mind Films представляет В сотрудничестве с Лёрдей Лиз Фильм Студиус и Трэджеди Энд Хоуп Фильм Джеймса Лейна Государство разума. Психология контроля Звук Дебора Стивенс Музыка Джон Майкл Монтаж Остин Грин Сценарий Ричард Гроув, Кевин Коул и Мэтью Харт Продюсеры Остин Грин, Джеймс Лейн и Кристофер Эмери Исполнительные продюсеры Дэйл Филлипс, Кэрол Бруетт и Рэндалл Элгрин Текст читает Лиза Арберчески Режиссер Джеймс Лейн Серия первая Если вы не подчиняетесь контролю, если вы радикал, у вас гораздо меньше шансов быть любимым Вы не вписываетесь в общество На вас смотрят как на аутсайдера Существует множество социальных запретов, касающихся аутсайдеров и людей, нарушающих привычный порядок вещей С самого раннего детства нас приучает, по сути, поклоняться авторитету, поскольку пока мы еще дети, это наш единственный способ выжить Однако, становясь взрослыми, мы редко проходим обряд посвящения в то, как мыслить методически самостоятельно А значит, мы лишь продолжаем повторять урок подчинения авторитету Мы принимаем всю эту информацию, будь это телевидение или культурные нормы, общение на школьном дворе или слова учителя Мы принимаем всю эту систему, и она проникает в наше бессознательное И мы, что логично, мусор на входе, мусор на выходе Есть такой принцип программирования Таким образом, стряножили наши собственные силы и возможности, приняв все эти убеждения, словно это непреложные факты Будь это плоская земля Для Колумба Или идея, что они достаточно хорош для того, чтобы стать кем-то или делать что-то, о чем я мечтаю До такой степени, что человек теряет понимание, что на самом деле означает слово «свобода» Для него самого Контроль разума работает Это и есть постоянная битва, борьба Что означает моя свобода для меня? Что это такое? Насколько это важно? Как далеко она простирается? Каждый человек приходит в этот мир, обладая всеми правами, рождается с ними Права неотъемлемы, вмонтированы, это наше оборудование Прискорбно наблюдать, как люди теряют ощущение важности понятия индивидуальности Мы не животные, мы люди Индивидуумы, мы созданы по образу и подобию Бога И получается, что все и каждый рождаются в этой контролирующей структуре Все рождаются в мире субординации и подчинения власти Но полная зависимость от кого-то, пока ты еще слишком молод, чтобы заботиться о себе самостоятельно Не означает, что ты должен полагаться на авторитеты всю свою жизнь Фатализм, пораженчество, то, что Боб Марли называл психологическим рабством Он очень часто пел о подобных вещах Как нам освободиться от психологического рабства? Как мы дошли до такого уровня рабства, что не можем отказаться от него? Просто позволяя жизни течь мимо В полной апатии по этому поводу Позволяя полностью себя контролировать Знаете, есть люди, которым Все равно Есть люди, которые ничего не знают и не хотят знать Это очень пугает Стоит взглянуть на мир внимательнее И ты не можешь отделаться от понимания, что обязан что-то делать с этим Хотя, сами знаете, люди действительно много и упорно работают А потом они хотят расслабиться и наслаждаться жизнью Мы установили общественный строй, который по большей части довольно неплох Люди заключают своеобразный контракт с обществом Позволяющий им при исследовании определенным правилам Ожидать определенной отдачи на их вложения Состоящие в подчинении требованиям социального контракта Человеческие существа вырабатывают привычки и обычаи Но в какой-то момент многие из нас осознают Что наша жизнь совсем не похожа на ту, о которой мы когда-то мечтали Что она скорее отражает представление других людей Словно мы невольные актеры, играющие по чужому сценарию Не играем ли мы искусственно навязанные роли, придуманные другими? Кто сумел надеть упряжь на наш разум при помощи наших же привычек? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала должны понять, каким образом разумом индивидуума можно управлять посредством систем психологического контроля Не находятся ли привычки, присущие людям, в прямом конфликте с их желанием выжить и процветать в этом мире? Возможные последствия удерживают многих из нас от задавания этих простых вопросов И поиска ответов, непосредственно относящихся к их повседневной жизни Если мы не будем противиться информации, попадающей нам на глаза, не будем взвешивать ее на весах своего разума, вместо того, чтобы думать по шаблонам, навязываемым нам кем-то Люди, в конце концов, станут не более чем автоматами, роботами Правящие круги настолько защитили себя, ведь пока вы не проникнетесь их духом и доктриной, пока не примете все их ценности, вы не можете стать одним из них Каждый должен уяснить себе, что он об этом думает Что происходит не так, ведь все происходит так быстро, что нужно вечно смотреть на шаг вперед, пока счет в их пользу Люди подчиняются контролю, поскольку родились в нем И тираны, и социальные инженеры знают, как начать И медленно, пошагово продвигать манипуляцию, доминирование, угнесение Таким образом, что люди даже не осознают этого Вспомните старую причу о лягушке в кипящей воде Если бросить лягушку в кипящую воду, луизиане скажут Лягушку быка, она выпрыгнет оттуда Но если бросить ее в холодную воду и нагревать на медленном огне, она сварится Она даже не заметит, что ей что-то угрожает Думаю, все дело в склонении к групповому мышлению, коллективизму Вспомните того же Джона Дуэра Он ненавидел индивидуальность Он ненавидел сильный дух индивидуализма американцев и хотел избавиться от него Карнеги также изрядно замешаны в этом Они даже обсуждали, как избавиться от него Поэтому я думаю, что когда тебя понизили до члена группы, коллектива Говорим мы об излишней восприимчивости к обучению, которое приходится проходить учителям Или о местной общественности, словно у нас общественно ориентированная полицейская система И тебе вешают медаль Если ты сделал что-то хорошее, ты становишься частью одного целого с полицией Я бы сказал, что в течение следующих 50 лет Если большое количество людей не начнет сознательно сопротивляться всеобъемлющему контролю разума, оказывающему давление на общество Мы будем наблюдать все больше людей, по-настоящему напоминающих андроидов Люди сами склоняются к этому, глядя на окружающий мир и говоря Для меня слишком опасно говорить правду или высказывать свою истинную точку зрения, выражать свои истинные чувства Будет гораздо лучше, если я создам совершенно синтетическую личность, сяду на задний ряд и останусь пассивным наблюдателем Так это работает Идея сиюминутной пользы это по сути отказ от свобод Отказ от свободы никогда не был хорошей идеей С самого начала времен небольшие группы индивидуумов внушали обществу искусственные ограничения Воздействуя на умы при помощи управления историческим процессом Традиционно эти ограничения впечатаны в сознание раболепного населения Посредством хитроумного использования языка, обучения и СМИ Ради ведения завоевательных войн, социального единения и поддержки авторитарного порядка Путем управления настроениями основного населения человеческих ресурсов История человечества насчитывает бесконечное количество примеров Независимости от эры, в которой ему приходилось жить И общую тему, неизменную для всех этих примеров Описывающую борьбу между государством, какую форму бы оно не принимало, и индивидуумом Цель которой — набросить узду на индивидуума и сделать его Добровольно или нет Частью своих внутренних общностей Авторитарное управление — это хищническая система Рассматривающая индивида, по сути, как энергетическую единицу Первичные формы контроля разума относятся к доисторическому периоду Тогда образовалась жреческая прослойка Развивавшая технологии использования растений и лечения Ими обретая таким образом значимость для племени Но довольно скоро Жречество начинало исследовать небесные явления Закономерности солнечных и лунных затмений И заявляло «Эй, солнце не взойдет на следующий день, если вы не признаете меня царем Не дадите мне полный контроль над вами» И племя отвечало «Окей, мы видели затмения, о котором ты говорил Когда бог змей поглотил солнце или луну, чего ты хочешь? Я хочу ваших первенцев, принесите их в жертву для меня» В каждом обществе происходило подобное Каждая культура в тот или иной период требовала человеческих жертвоприношений Поскольку таким образом государство или жречество требует абсолютного всеобъемлющего согласия и покорности себе Контроль разума существовал с самого начала времен Менялись только методы Элита всегда знала Если я контролирую умы моего народа Я контролирую его Изменились лишь технологии Программа осталась без изменений Этот процесс никогда не прекращался Сунь Цзи В трактате «Искусство войны» говорит, что необходимо узнать своего врага так хорошо Чтобы ты был способен психологически обмануть его Победить его, даже не выводя ни одного солдата на поле битвы Только тогда ты становишься истинным мастером своего дела Греческий мыслитель Платон включил в описание несколько ключевых характеристик правящих групп в свой монументальный труд, известный как республика или государство В нем он вводит термин «кибернетика», описывая методы управления кораблем государства Предметно говоря о контроле над толпой, Платон ярко изобразил для нас суть сценария, использовавшегося для контроля индивидуумов до сегодняшнего дня, чтобы сделать их частью группы или государства Это хорошо известно как миф о пещере Эффективнейшая стратегия, типичная для всей истории контроля разуму людей Идея кибернетики впервые упоминается в государстве Платона, кажется книга шестая В оригинальном греческом тексте это читается как «кибернетис» Но можно легко определить не только связь этого слова с кибернетикой, то есть с контролем наций, а также тем, как умение принуждать индивидов к объединению в группы, составляющие нации, появилось в принципе Если взглянуть на историю, каждому великому лидеру приходилось осознать потенциальную силу информации, силу речи, силу слова, силу книг Что такое гражданин, если не тот, кто добровольно или нет принимает участие в махинациях государства? Как мы могли обрести обычай гражданства без стимулирующего воздействия со стороны государства и наших ответных реакций на него? Внимание! Внимание! Говорит ваш любимый лидер Ог Благородный Всеобщий митинг изъявления радости состоится сегодня на мемориальном стадионе Ога Не стоит! Не стоит! В попытке содействовать государству Один итальянец, живший в 14 веке по имени Николо Маккиавелли, написал несколько книг, предназначенных помочь правящей элите доминировать над оселением Посредством эффективнейших психологических техник ведения борьбы с ним, доступных миру того времени Он пытался убедить семью Медичи нанять его в качестве политического советника Заговоры — неотъемлемая часть истории, воплощение заботы грабителей о людях, производящих некие ценности Они заявляют о заботе о своем народе устами правительства, не дающего тебе ничего, не потребовав чего-то для себя То есть это не создание ценности из воздуха В реальности государство отбирает ваши права и права других людей, передавая их кому-то другому Параллельно усилиям Маккиавелли, последствия тирании вызывали прорастание семян свободы по всей Европе Усилиями писателей вроде француза Этьена де Ла Боиси, подводя индивидуумов к осмыслению своего положения И поиску эффективных способов достижения свободы для всех и каждого То есть идеей Маккиавелли было объяснить правящей элите, как осуществить это в более действенной, эффективной манере Чтобы сами люди особо и не догадывались об этом Единственной его ошибкой оказалось то, что обычные люди тоже читали его книги, не только элита умела читать Это начало воздействовать на настроение в Европе Был такой человек по имени Этьен де Ла Боиси, написавший трактат «Размышления о добровольном рабстве» В общем, показав, что все, о чем Маккиавелли говорил правящей элите, как вас контролировать, просто бесполезно Если вы понимаете суть происходящего и отказываете в согласии подчиняться этому Только тогда вы становитесь свободными Мы контролируем тебя Мы контролируем твой разум Мы заставляем тебя поверить, что у тебя нетворческой энергии Мы заставляем тебя забыть, что у тебя есть воображение, являющееся фундаментальной способностью, позволяющей тебе создавать свою собственную реальность Мириады компонентов коллективизма составляют всеобъемлющую систему Трансформирующую индивидуума в не более чем шестеренку в механизме государства Первая ступень — лишение человека уверенности в себе Формируя таким образом зависимость от государства, от коллектива Следующий шаг — внедрение мотивации, основанной на страхе голода и нужды Вместо творческого мышления и созидания Стоит лишь убрать системы автономности, креативности и самообучения Помогающие воспитывать индивидуальность по определению И их место занимает воля коллектива Природа не терпит пустоты, сфера разума в этом смысле не исключение Оригинальный и загадочный немецкий философ 19 века Георг Вильгельм Фридри Гегель Обратил внимание, что человеческой историей можно манипулировать ради достижения требуемого результата Рассуждения Гегеля о методах, которыми небольшая группа людей может изменять ход истории Рисует мир, где выбор отдельного индивидуума может быть направлен в сторону, противоположную его потребностям Каким образом можно направить мнение американцев, чтобы они не только полностью одобряли, но даже требовали войны? Еще один, еще один самолет только что врезался в ВТЦ О господи, еще один самолет только что врезался прямо во второе здание ВТЦ И взорвался Перед нами проблема Люди требуют действий Это стадия реакции И затем выдвигается решение Требующее большей централизации контроля Вы создаете проблему, люди озабочены И вы можете выдвинуть любое решение Еще один недавний практический пример использования гегелевской диалектики контроля Знаменитое дело террориста с бомбой под одеждой Меня зовут Курт Хаскелл, я адвокат из Мичигана Меня в основном знают как основного свидетеля по делу террориста с бомбой под одеждой Случившемуся на Рождество 2009 года Я видел двух человек, подошедших к стойке авиакомпании Один из них выглядел как бедный молодой, около 20 лет, африканец А второй был похож на индийца с достатком Одетого в желтовато-коричневый костюм Они подошли вместе И первая моя мысль была, что Они довольно странная пара Я задумался, что может связывать их между собой Поэтому невольно прислушался к их разговору Когда они подходили к стойке И общались с работницей авиакомпании С которой говорил только индийец, сказавший, что этому человеку нужно попасть на самолет, но у него нет паспорта Работница авиакомпании ответила, что он не может попасть на борт без паспорта И индийец начал с ней спорить, говоря, что он беженец из Судана, что мы делаем так постоянно Нигерийский студент пронес взрывчатку на борт самолета под своим нижним бельем Следователи устроили демонстрацию того, что могло произойти Но что-то пошло не так Брюки Абу Муталаба загорелись, пассажиры и экипаж схватили его И самолет спокойно приземлился Наш источник подтвердил, что Фарук Муталаб является сыном Алхаджи Муталаба Являвшегося главой одного из самых больших, богатых и респектабельных банков Нигерии Первого банка Нигерии Как только это произошло, мы стали видеть мистера Чертова в новостях по всем телеканалам, продвигающего свои сканеры для всего тела в аэропортах Но есть вещи, с помощью которых можно изменить ситуацию к лучшему Во-первых, мы можем висеть и сканеры Мы в данный момент начинаем устанавливать их в США Они дадут нам возможность видеть, что человек скрывает под одеждой Внедряя замыслы, находящиеся в конфликте с нуждами отдельных людей Правящий класс провоцирует искусственные кризисы На которые население реагирует требованиям к правящему классу вмешаться И затем элита с ухмылкой делит хороший куш, ставший следствием лишения индивидов уверенности в себе Доброе утро всем Сегодняшнее слушание является третьим среди слушаний подкомитета Фокусирующихся на некоторых причинах и следствиях финансового кризиса 2008 года Спровоцированные экономической атаки на нашу страну Вследствие которой люди до сих пор лишаются своих домов и бизнеса, растет безработица Объединенные философии Томаса Мальтуса, Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера Заложили фундамент развития социального дарвинизма В рамках которого была разработана концепция выживания сильнейшего для социальных структур Заявление о биологических преимуществах и превосходстве Способные в дальнейшем послужить обоснованием экономической политики будущего Касающейся бедного населения Ставшие также в начале 20 века основой псевдонауки Фрэнсиса Гальтона, Евгеники Итак, на сцене появляется Дарвин примерно 150 лет назад Высказывая теории о том, откуда появилась жизнь, о выживании сильнейшего Как более приспособленные к среде организма лучше выживают в ней И движутся вперед по эволюционной цепочке Истина эта теория, частичная истина или полностью несостоятельна, отдельный вопрос Те, кто нас обирают, британская аристократия, Моргана и Рокфеллера Мира Публично приняли идею дарвинизма, объединив его с хищнической концепцией Евгеники И последователи Евгеники, всегда искавшие научные причины для оправдания своих грешков, если хотите Нашли работы Дарвина весьма полезными для своих целей, говоря Мы и до этого придерживались системы взглядов, что мы лучше вас Но теперь даже наука поддерживает эту идею Вся наша сегодняшняя цивилизация, которую мы знаем как глобализацию, как новый мировой порядок Основана на евгенических теориях, развивавшихся последние 200 лет В основном в Англии, Германии и США Вся наука генетики, биометрики, евгеники, компьютерные технологии, все это Имеют своими корнями поиск возможности достижения полного контроля над человечеством То есть Евгенику пытаются представить наукой самоадаптации человеческого вида И это звучит как нечто замечательное, если вы хотите измениться к лучшему, если вы хотите, чтобы ваши дети были сильными и приспособленными к выживанию Однако те, кто этим занимается, принимают множество решений за других людей, нарушая свободу их воли и влияя таким образом на общественный порядок В своей книге 1928 года «Легальный заговор» бывший английский эксперт по психологической войне Герберт Уэллс писал «Политический мир легального заговора должен ослабить, подчинить, интегрировать или вытеснить существующие правительства А затем на сцену выходит главный персонаж легального заговора Это мировая религия Эта огромная, бесформенная, ассимилирующая масса групп и обществ Начнет явно и нарочито пытаться проглотить все население мира И стать новым человеческим сообществом Ближайшая задача, стоящая перед всеми, давно планируемая мировое государство Уже показывается на горизонте словно тысячи световых точек Но, возможно, поколениям пропаганды и образования придется предшествовать ему Правительство Англии направляло мощное финансирование на изучение человека Не только на медицину, но и на поведение людей И все научные дисциплины, которыми пользовалась Британская империя При порабощении различных стран и регионов Также активно направлялись против ее собственного населения В 1948 году Эрик Блэр, британский журналист и писатель Взявший литературный псевдоним Джордж Орвелл Написал культовый антиутопический роман 1984 Где он описал коллективистское будущее, управляемое технократами В котором тоталитарное государство Большого Брата Он осуществляет контроль над обществом посредством Неизбежного круглосуточного наблюдения Словно в паноптикуме Подпитываемого постоянной войной И поддерживаемого как явными, так и скрытыми формами контроля разума И массовой пропаганды Паноптикум был изначально задуман архитекторами ради того Чтобы максимизировать эффективность наблюдения И если заключенные не могли определить, наблюдать за ними в отдельно взятый момент или нет Им оставалось предполагать, что за ними наблюдают постоянно В романе 1984 Орвелл ввел в культуру концепцию новояза Урезанной языковой структуры Должны подавлять способность массы игнорировать волю государства Регулируя их мысли посредством призрачных полицейских сил Известный как полиция правды Орвеллское понятие двоемыслия Демонстрировало когнитивный диссонанс Присущий тираническим структурам С изменением значения слов Их истинный смысл теряется обществом К счастью Нам удалось повысить уровень жизни Не перенося в жертву духовной стороны жизни Столь много значащей для американской семьи Из нескольких внуков Томаса Генри Хаксли Не зря называемого бульдогом Дарвина Наиболее известны своим влиянием на общество двое Джулиан и Олдис Хаксли Сэр Джулиан Хаксли Эволюционный биолог Был избран первым генеральным директором ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Также занимавший посты вице-президента и президента британского общества Евгеники Семья Хаксли исключительно интересна, поскольку Томас Генри Хаксли был учителем Герберта Уэллса, ставшим его знаменитым протеже Да и остальные члены семьи Хаксли не только женились по расчету, работая над евгеническими идеями самостоятельно У него есть также известный сын, внук и двоюродные братья, породнившиеся семьей Дарвинов-Веджвудов И в первую очередь надо вспомнить Олдиса Хаксли с его шекспировской фразой «Дивный новый мир» в 32-м Его одноименный роман, по сути описывающий технократическое будущее, где людей посредством фармацевтических препаратов принуждают любить свое рабство Я думаю, в будущем произойдет следующее Диктаторы обнаружат, что, как в старой пословице, ты можешь делать со штыком что угодно, кроме как сесть на него Что если вы хотите сохранить свою власть навечно, вам нужно получить согласие тех, кем вы управляете Этого они и будут добиваться, частично при помощи наркотиков, как я предвидел, в «Дивном новом мире», частично при помощи этих новых техник Пропаганды Они будут делать это в обход рационального мышления человека, взывая к его бессознательному, к его более глубоким эмоциям и даже его физиологии Заставляя его таким образом, по сути, любить свое рабство Я имею в виду, вот в чем главная опасность Действительно, люди могут неким образом быть счастливее при новом режиме Но будут ли они счастливы на самом деле, если им ради этого изменяют сознание? Пользуясь фактом, что 20-е столетие открыло множество возможностей для формирования и контроля мыслей и поведения населения Правящая элита изобрела новые способы сокрытия полезных фактов В то же время пропагандируя американцам бесполезные идеи Реклама, в добавлении к фундаментальным переменам в образовании, породила толпу бездумных людей Чье ошибочное понимание основных концепций, прививаемое государственным образованием, привело к появлению поколений людей, верящих, что они волшебным образом наделены способностью неким образом обретать знания Даже не уделяя внимания всему ландшафту доступной достоверной информации Одним из подобных артефактов, надежных доказательств, демонстрирующих, что наши жизни подгоняются под сценарий правящей элиты является книга 1966 года издания с авторством профессора Джорджтаунского университета доктора Кэрла Куигли Названная «Трагедия и надежда. История мира в наше время» В ней Куигли детально описывает тайное общество, частично финансируемое банкиром Лордом Ротшильдом основанное Сесилом Ротсом и управляемое Лордом Альфредом Милнером из журнала международных отношений Круглого Стола Которое Куигли обозначает как группу Милнера Первые вопросы, которые задает большинство людей, услышав о подобной книге, это «Почему она так важна? И почему так мало людей знает о ее существовании?» Это особая книга, это чуть ли не розетский камень, ключ к расшифровке того, что они делают В ней больше тысячи страниц, содержащих невероятный объем документации и библиографии О том, каким образом эта правящая элита, действующая из Великобритании, использует модель тотального доминирования Финансируя как коммунистов, так и фашистов, как демократов, так и республиканцев Создавая видимость существования выбора Но на самом деле все движется в сторону коллективизма для основного населения В то время как сама элита остается исключением из их собственных правил Это просто воровские понятия людей, которым наплевать на законы, границы и нации или ваши права Кто сильнее, тот и прав Поэтому Сесил Ротс приезжает в Африку и создает Родезию, а в Южной Африке Дебирс безостенчиво добывает местные алмазы и золото А затем вы смотрите, кому Сесил Ротс оставил свое состояние, кто финансировал его проекты Ты постоянно натыкаешься на владельцев центральных банков, манипулирующих событиями на планете, как нас когда-то учили, как минимум со времен создания США С 1776-го, с 90-х годов 18-го века, когда они начали обретать здесь влияние Потом, в течение 20-х, 30-х, 40-х годов 19-го века, до Гражданской войны в США Они усиливали его, и к концу Гражданской войны мы окончательно перешли на систему, от которой пытались избавиться за 60 лет до этого С тех пор, как структура власти привлекает самых лучших и ярких студентов мира Для обучения по программам вроде стипендия Ротса, не только в Англии, но и в других странах Они способны контролировать при помощи полностью запрограммированного нового поколения мозговые тресты Группы экспертов в правительствах, корпорации и средствах информации ради воплощения этой программы в жизнь Их целью было доминировать во всех этих важнейших центрах власти, тайно, за кулисами И направляя руководителей этих центров в определенном направлении, они знали, что могут контролировать народные массы без их осознания того, что ими управляет И манипулирует весьма небольшая, влиятельная элитная группа В преследовании новых целей в науке управления человеческими ресурсами В завещании Сесила Ротса были выделены средства на организацию общества пилигримов как в Америке, так и в Англии, создавшая глобальный мозговой трест С целью утверждения глобального контроля путем распределения своих задач между рабочими группами Вроде Совета по международным отношениям, Бильдербергской группы и трехсторонней комиссии в течение всего 20 века В новейшей истории, давние верования правящего класса, касающиеся контроля тела отдельного человека путем расшатывания его мыслительных способностей Развивались посредством использования технологических прорывов 19 и 20 веков В 19 веке правительство Пруссии провело исследование по поводу, каким образом сделать отдельных индивидов покладистыми винтиками в ее машине, основанной на конфликтах прусской империи Прусский психолог Вильгельм Вунд высказал мнение, что индивидуальное человеческое существо не имеет души И поэтому может быть запрограммировано как автомат или робот Видите ли, социальным инженерам мы не нужны, согласно социальному дарвинизму Мы отбросы, от которых нужно избавиться Нас рассматривают не более чем биологических андроидов, репликантов Из книги Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», по которой был снят фильм «По лезвию бритвы» Нас рассматривают как тупых трудяк биороботов Если личность индивида сочтена неважной, становится гораздо проще ограничивать разум и информированность находящихся под контролем Различные исторические персонажи описывали человека как машину Но именно совместные усилия и труды Вильгельма Вунта, Ивана Павлова и многих других научно определили индивида как бездушную машину Таким образом, оправдывая манипуляцию, призванную лишить индивидов их прав, превратить их в человеческий ресурс Наша система скопирована с прусской системы 18-19 веков, являвшейся трехуровневой системой образования Один уровень для интеллектуальной элиты Второй — для слуг интеллектуальной элиты Для профессионалов, докторов, адвокатов И последний уровень для всех остальных — для масс Образование, как мы его знаем, является не более чем контролем разума Это наука контроля Британские ученые, сторонники Евгеники, развели целые системы для того, чтобы одуплять людей и делать их послушными Но германская модель, вернее, прусская модель, была разработана, чтобы создавать солдат, находящихся в собственности государства И им были настолько промыты мозги, что они были горды маршировать строем навстречу мушкетному огню Эта система, известная как Киндергартен, детский сад, — фундаментальная основа всего современного западного образования Как измерить достижения нации? Если вы хотите знать, как у нас дела на самом деле, взгляните на наши школы Ведь от того, что мы делаем в нашей стране и в школах по всему миру, зависит не только наше будущее Но, возможно, и судьба всей нашей цивилизации Основываясь на этой дегуманизации индивидов до статуса животного, статуса стимула и реакции Русский исследователь Иван Павлов и американский Джон Бродес-Уотсон проводили эксперименты, основанные на классическом научении Обуславливании путем простой манипуляции рефлексами в продуманных условиях Эти методы были в дальнейшем усовершенствованы харвардским психологом Беррисом Скиннером Скиннер — еще один знаменитый американский психолог-бехевиорист Он был сторонником так называемого оперантного научения Очередного причудливого жаргонного термина для обыденных понятий И оперантное научение, по сути, это негативные подкрепления поведения, вроде отказа в обыденных нуждах, позитивные подкрепления пищей и деньгами, а также наказания, ударами и током Это оперантное научение не работает столь же хорошо на людях, кто бросает вызов и сопротивляется авторитету И позже исследования показали, что оперантное научение работает лучше всего на людях, зависящих от других, инфантильных, иными словами, так и не повзрослевших Когда вы спрашиваете себя как учителя, что делал и я, преподавая в колледже, есть ли во мне то, чего хотят от меня студенты? Иногда это довольно бескураживающий вопрос Но есть возможность обнаружить методы, которые будут стимулировать студентов на любом уровне И с тех пор в этом был достигнут серьезный прогресс Есть вещи, применимые в обычном классе, начальной или старшей школы, которыми можно пользоваться, как подкреплением нужных действий Это могут быть особые блюда на обед, доступ к играм, привилегии, ассоциирующиеся с иными сферами деятельности Все больше и больше подобных стимулов изобретается и пускается в ход в качестве подкрепляющих моментов Это может использоваться временно, чтобы добиться нужного поведения, имеющего в конце концов свои естественные последствия, которые мы можем продолжить подкреплять Одно из значительных отличий, отражающих разницу между человеком и другими жителями этой планеты, кого мы зовем животными, является наша способность формировать вопросы Что позволяет нам освобождаться от определенных типов контроля Животные подчиняются по большей части тем же стимулам, способным натренировать, научить их Знаете, согласно Скиннеру, можно заставить голубя вести себя так, словно он умеет читать, реагировать на лексику То есть создается впечатление, что голубь читает, что блоки дрессированные Но на самом деле вы подкрепляете случайные реакции стимулами, используете естественные потребности в своих целях, управляя ими Таким образом, то, что вы видите в 20 веке не только адептов Евгеники, все, о чем мы здесь говорим Вы видите, что они преследуют первопричину человеческой природы И наше отличие от животных в том, что мы научились говорить между собой Научились наблюдать за реальностью, исключать противоречия и добираться до реально существующих вещей Когда кто-либо разрывает эту цепочку обратной связи внутри вас, наблюдающих, тестирующих и подтверждающих наблюдения Они получают полный контроль над вашим осознанием Подобные методы классического научения обуславливания поведения имели приверженцев в других областях не менее и более влиятельных Вскоре и сфера всеобщего обязательного образования поддержала идеи, высказанные впервые этими социальными инженерами Этих детей приучали безоговорочно принимать все, что им говорят Задавание вопросов не приветствовалось Как ты можешь задавать подобный вопрос? Разве у тебя нет учебника? Есть, мэм Разве там не сказано, что все, что там написано, всегда истинно? Да, мэм Тогда как ты смеешь подвергать сомнению факты? Садись И конечно, ничего удивительного, что... Но это должно быть правдой, я прочел это в этой книге вот здесь Образование, которое получают наши дети, не имеет ничего общего с образованием Они дрессируют наших детей, приучают их быть ресурсами, человеческими ресурсами Так они нас называют Средствами производства для глобалистов Ее трудно разглядеть, но величайшая преграда не невежество, а иллюзия знания Вот что 15 тысяч часов общеобразовательной школы на самом деле загружают, вдалбливают в нас Тебе рассказали историю о людях, живущих в Южной Америке, и ты думаешь, что знаешь об этом? До тех пор, пока став старше, не получаешь больше информации о конкистадорах и иезуитах Навязавших свои религиозные системы Вывезших местные сокровища и до сих пор обирающих весь этот регион Это пример грабежа Южной Америки, продолжающегося сотни лет Поэтому, пока ты не получаешь этих дополнительных фактов, обретая новый фокус Ты думаешь, что то, чему тебя учили в школе в течение тех 15 тысяч часов, именно так и происходит До тех пор, пока не натыкаешься на реальность, как сказал Джордж Оруэлл Обычно на поле боя, когда тебе приходится сравнивать то, во что тебя приучили верить С объективными данными Джон Тейлор Гатто был нью-йоркским учителем, обладателем многих наград Он брал детей, не умевших читать и писать Брал молодых преступников и делал из них студентов-отличников И затем он обнаружил, что большие благотворительные фонды добиваются, чтобы он не мог более передавать детям свои знания Он понял, что это делалось специально Что они намеренно отупляют людей, чтобы сделать их невозражающими, услужливыми, живыми андроидами Такими они нас видят Сегодня мы вообще устареваем Нас заменяют новые системы роботов Беспилотные самолеты, беспилотные субмарины и корабли Солдаты-роботы Нас всех приучают, заставляют привыкать к этому В подпольной истории американского образования Джон Тейлор Гатто в деталях показывает, как с начала 19 века Американцы, путешествовавшие за границу, писали о методологии прусских школ Составляя репортажи, сильно влиявшие на образовательные технологии в США К тому же, в 1831 году французский философ и министр образования Виктор Кузен Опубликовал свой отчет о состоянии всенародного обучения в Пруссии Который не только привел к объединению французских школ под прусской моделью Но и напрямую повлиял на реформаторов Вроде Хороса Мана в Соединенных Штатах Последовавших этому примеру Ман побывал в Пруссии И, не поприсутствовав ни разу ни на одном занятии в школе Настаивал на принятии прусской модели обучения В своем годовом отчете для Комитета по вопросам образования штата Массачусетс Концепция Мана, что государство является отцом детей Была поддержана и дополнена реформаторами образования в течение 19 и 20 веков Когда мы говорим о процессах адаптации к культурным нормам Об импринтинге В запечатлении, конечно, мы уже говорили о наставниках Одна вещь удивляет многих людей И это не должно быть так, поскольку это общеизвестно То, что наша система образования существует не столько для обучения, сколько для социализации Как с утенком в курятнике Если вырастить утенка среди кур, он адаптируется под окружение и будет вести себя как куры И именно в этом смысле мы поддерживаем этот порядок Опасность этого в том, что мы не только поддерживаем это, не только соглашаемся с этим Но и видим в этом единственный разумный путь воспитания наших детей И в результате они не могут этого избежать Клайв Льюис сказал Когда дрессировка, а это Скиннер и Павлов Заменяет образование Цивилизация Умирает Несмотря на то, что образование показало свою высокую эффективность в контролировании человеческого поведения Более интенсивное исследование следовало проводить вне поля зрения общественного любопытства Тавистокский институт был основан Британской империей для глубокого изучения контроля разума Чтобы научным образом проникнуть в суть человеческого поведения И выдать в форме учебника основы систематического контроля Чтобы это можно было размножить для правительственных и деловых кругов И Тависток был частью этого на всех уровнях социальной инженерии Тавистокская клиника была основана в 1920 году И функционировала как часть отдела психологических войн Британского военного комплекса Вначале она была добровольческой амбулаторной клиникой Занимавшаяся как лечением, так и исследованиями И состояла из обычных врачей, неврологов и психиатров Помогавших лечению неврозов и контузий у британских солдат Возвращавшихся домой после Первой мировой войны Просматривая список их публикаций, можно обнаружить, что некоторые из изданных ими книг Стоят 19-20 тысяч долларов И это говорит мне о том, что они не хотят, чтобы среднестатистический человек Не мог даже приблизиться к подобным книгам, поскольку это Издание для учителей, в которых сделаны соответствующие обобщения Студентам, сидящим в классе, без понятия, как отвечать на заданные им вопросы Противопоставлена группа людей, которым выданы все ответы Как мы поступаем, как реагируем, и как у нас было урезано любопытство Чтобы сделать нас более зависимыми от авторитета Можно сказать, что по большей части наш сегодняшний мир Это мир Тавистокского института и Эдварда Бернейса Заметная фигура в Тавистокской клинике и директор Тавистокского института человеческих отношений Бывший офицер и консультирующий психиатр британской армии Джон Роулинс Рис создал концепцию «Войска психологического шока» Или «Войнов культуры» Федерацию психиатров Которых он намеревался рассредоточить по всей планете Чтобы сделать, цитирую «возможным для людей любой социальной группы пройти курс лечения, когда он необходимым Даже если они не желают этого, без необходимости ссылаться на законы» Влияние Тавистокского института не ограничивается лишь социальной психологией Курт Левин, бывший глава Британского бюро психологических войн Был немецким беженцем, ставшим основателем современной социальной психологии в 20 веке В молодости консультант УСС и влиятельный научный работник Тавистокского института В сфере исследования управления мышлением и действиями Сфокусированного на тактиках руководства изменениями в обществе Ни одна организация масштаба Тавистока не может функционировать без обильного влияния средств Кто был источником этих средств? Определенно немалая часть этих денег исходит со стороны внешне безобидных, не облагаемых налогами и благотворительных организаций глобальной элиты Я интересовалась комитетом по рискам, который в 50-е годы расследовал крупные фонды и их антиправительственную деятельность Эти фонды направляли невероятные потоки средств и энергии на контролирование того, что и как преподается в школах Используя их, по сути, для индоктринации детей Чтобы они принимали их взгляд на жизнь, не сопротивляясь коллективистскому будущему Доктор Лили Кей, в своей книге «Молекулярное видение жизни» Калифорнийский техуниверситет Контраквиллера и восход новой биологии Продемонстрировало, что мир, в котором мы живем, обрел нынешнюю форму Поскольку был создан по шаблонам и продолжает направляться усилиями элитных кругов приверженцев Евгеники Правящим классом, вечно нарушающим волю других ради достижения своей цели В наши дни практически каждый взрослый человек согласен по поводу основной цели для всех студентов Школы превращают людей в достойных граждан Да, в достойных граждан Именно так, абсолютно Этой стране никогда не помешает достойной граждане Истинной целью было превратить Америку из страны индивидуальности в страну коллективистов И в этом случае она может быть объединена с остальным миром и настанет тот самый новый мировой порядок, о котором мы столь наслышаны последнее время Целью создания благотворительных фондов было не только собрать больше денег Но и незаметно оказывать влияние на центры власти, которые контролируют программирование индивидуумов В частности, чтобы отучить индивидуумов испытывать уверенность в себе и подготовить их к коллективистскому стилю жизни, планируемому правящей элитой Их цель — подорвать чувство нашей личной свободы на биологическом, социальном и экономическом уровнях Они собрались и решили, что они будут делать с этими деньгами Обрести контроль над образованием в Америке Не из филантропических соображений Но чтобы изменить мышление американцев в течение одного-двух поколений Глобалисты и социальные инженеры страстно желали, жаждали и домогались могущества, ебившегося результатом свободы в Соединенных Штатах Хотели прессуить себе эту власть Необлагаемые налогами фонды хотели использовать ее в качестве двигателя глобального доминирования И они сделали это И комитеты по рискам — это единственный пример, когда Конгресс конституционно выступил с требованием ко всем большим фондам Предоставить информацию, содержащуюся в их неофициальных книгах И фонды Рокфиллера, Корнеги, Форда, наслушанник сказали Послушайте, мы занимаемся этим по президентской директиве 50-летней давности Нам было приказано коллективизировать США, объединить их к Советским Союзам Нам было приказано сделать Америку более совместимой с авторитарными режимами И мы лишь делаем то, что нам было сказано До создания языка грубая сила держала в руках ключи от страха А значит, от контроля индивидуумов при помощи насилия и физической агрессии С появлением языка стало возможным направлять разум отдельных людей Посредством идей и убеждений, делая менее значимым физическое доминирование, присущее предыдущим поколениям Именно так, к примеру, люди небольшого роста держали храбрых и жестоких гладиаторов Как домашних рабов И использовали их для прибыли и развлечения Из пепла Второй мировой войны Возникло множество экспериментов над людьми Начатые сбежавшей из Германии в 1939-1945 годах нацистской интеллигенции Продолжившие свои исследования и опыты под защитой агентств национальной безопасности После войны им были даны новые имена, чтобы они могли жить среди тех, с кем воевали Мы привезли в США Верния Рафон Брауна и еще нескольких ученых Включая тех, что были замешаны в медицинских экспериментах в концлагерях, включая опыты по контролю разума Немало этих ребят, раз был замешан Госдепартамент, были военными преступниками Они были напрямую связаны с нацистами и, следовательно, не могли получить виз, чтобы попасть в США Поэтому ЦРУ создали серию программ, чтобы обойти визовые требования Госдепартамента и привезти их в страну Все в курсе о погоне за нацистскими учеными в конце Второй мировой войны Их хотели заполучить русские, американцы и британцы И США, и Великобритания получило большинство из них Поскольку нацисты не хотели попасть в Советский Союз, в авторитарное государство Они хотели попасть в более свободную систему И как инфекция, они проникли в Великобританию, Канаду и США И это касалось не только НАСА, ракетостроения и Верния Рафон Брауна, Струкхолда и прочих Это были десятки тысяч, занимавшихся контролем разума, пытками, военными науками и слежкой И ЦРУ взяла на вооружение немало методов у гестапо И мы видим, что на самом деле нацистская зараза была трансплантирована назад в США и Британию Где философия Евгеники, ими пистуемая, изначально и зародилась Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ Под руководством Уильяма Уайлдбилла Донована и Алина Даллеса Завербовала нацистских ученых и помогла им переправиться в Америку Среди них были ученый-ракетостроитель Вернир фон Браун И медик-специалист по аэронавтике Герберту Струкхолд Проблемой, стоявшей перед США, были все эти немецкие ученые, оказавшиеся на перепути Было неясно, где они, в конце концов, окажутся И французы, британцы, русские и американцы все пытались завербовать их Немцы разработали немало передовых вооружений Также они проделали множество экспериментов на человеческих существах в концлагерях Поэтому они обладали большим количеством медицинских данных, которых не было у нас И, конечно, у них были ученые-ракетчики и самолетостроители и прочие И операция «Скрепка» была нашей версией попыток найти этих ребят в Европе и доставить их в США для работы В документации присутствуют физики, самолетчики, ракетчики, медики, люди кино, эксперты и ученые разнообразных областей Но нет упоминания о психиатрах Но среди них должны были быть психиатры, перенаправленные вместе со Струкхолдом в рамках операции «Скрепка» Финансирование нацистской Германии шло из Америки, Суолл-стрит, от американских корпораций Даже в политической поддержке, которую Гитлер получал в Германии, в какой-то мере можно было проследить американское влияние Перед Второй мировой, американские финансисты, банки, корпорации решили, что в предвоенной Германии можно заработать неплохие деньги В конце концов, они все знали, что немцы готовились стать военным агрессором Которому были необходимы деньги на конструирование военной техники Они тратили немало денег на разработку и постройку танков, самолетов, военного транспорта и прочего Подводных лодок, кораблей И там можно было заработать И поэтому Уолл-стрит и некоторые из крупнейших корпораций, вроде AT&T и даже Ford Motor Company Были серьезно замешаны в создании нацистского режима Исторический эксперимент, ставший известным как нацистская Германия, начался еще во время Первой мировой войны И Версальский договор, подписанный в Париже в 1919 году, по сути, узаконил ограбление немцев, заставив выплачивать репарации, которые они не могли выплатить в принципе, совершенно нереальные суммы Далее, знаменитый немецкий банкир по имени Ялмар Шахт вместе с человеком из Банка Англии по имени Монтегю Норман Создают в 1930 году банк международных расчетов Он был создан как банковская расчетная палата для национальных долгов На самом деле, он использовался для отмывания денег Далее, эти люди во главе с Ялмаром Шахтом становятся банкирами Гитлера То есть, Гитлер полностью финансируется этими людьми, зарабатывающими себе на жизнь подобными аферами И в то же самое время, они хотят провести националистический социальный эксперимент Чтобы протестировать прусскую систему образования, которую используют и хотят внедрить по всему миру В 1945-м, по завершении операции «Скрепка» ЦРУ создала МК «Ультра» Сверхсекретную программу исследования контроля разума Которая управлялась Сидни Готлибом под надзором Аллена Даллеса Проект, начавшийся в начале 50-х годов 20-го века, был официально утвержден в 1953-м И официально прекращен в 1973-м Программа включала в себя множество противоправных, неэтичных и аморальных действий В частности, она использовала невинных американских и канадских граждан в качестве подопытных Что, в конце концов, привело к полемике относительно ее законности МК «Ультра» включала в себя различные изыскания в сфере методик манипулирования Ментальным состоянием индивидов и изменения деятельности мозга Включая использование безведомо подопытных, психоактивных веществ и прочих химических соединений Гипноза с сенсорной депривацией, изоляции, физического и сексуального насилия и прочих различных форм пыток Когда я брал интервью у Джона Маркса, исследуя вопрос маньчжурских кандидатов Он сказал мне очень интересную вещь Ему отдали 10 коробок информации из ЦРУ, когда он потребовал этого по акту о свободе информации Причем не в первый раз Он даже пытался получить подобные данные по программам контроля разума, проводившиеся ЦРУ в 50-е годы 20-го века Пытался долгое время И, наконец, в качестве своеобразной подачки, возможно, даже шутки Они отдали ему 10 коробок с материалами, не имевшими отношения к проектам За исключением учетных данных, данных о финансировании, думая, что Джон Маркс не сможет чего-либо сделать с этим И они, ЦРУ, как бы выполнят его требования Но Маркс оказался умнее Он стал вникать в финансовую информацию и вдруг осознал, что попало в его руки Это была не только программа ЦРУ по контролю сознания Но она была разделена на огромное, огромное множество небольших проектов И он обнаружил некоторые детали их финансирования, позволившие ему серьезно продвинуться в своих расследованиях и обнаружить, чем они на самом деле занимались Военные начали проект «Артишок» и проект «Блюбёрд», которым, кажется, занимался флот Пытаясь выяснить, можно ли создать манджурского кандидата, создать суперсолдата Можем ли мы контролировать то, что люди думают и делают Как они действуют на поле боя, как сделать их корабле, чем они есть на самом деле И это была попытка ответить на вопрос Можем ли мы создать камикадзе, как это удалось японцам В 1994 году президент Клинтон создал консультативную комиссию по поводу экспериментов по облучению людей радиации Задачей которой было расследование финансированных правительством исследований, подвергавших людей ионизирующим излучениям Основываясь на документах, ставших доступными для комиссии, они идентифицировали почти 4000 случаев проведения опытов по подверганию людей воздействию радиации Имевших место между 1944 и 1974 годами Включая финансированные федеральным правительством эксперименты, где ни о чем не подозревающим пациентам больниц водились инъекции плутония Многие детали экспериментов в рамках МК Ультра были обнародованы во время публичных слушаний данной комиссии Давайте начнем Мое имя Вэллари Вулф Сегодняшние свидетельские показания звучали для меня весьма знакомо Я буду говорить о возможной связи между радиацией и экспериментами по контролю разума, начавшимися в конце 40-х годов 20-го века Главная причина, по которой упоминается исследование контроля разума, это заявление людей о том, что в детском возрасте их подвергали воздействию техник контроля разума, радиации, наркотиков и химических препаратов И это проводилось теми же врачами, кто известны своей замешанностью в проведении исследований как воздействия радиации, так и контроля разума Нам была предоставлена письменная документация, где содержатся имена людей, названия исследовательских программ и свидетельства людей со всей страны Также важно осознавать, что техники контроля разума и дальнейшая слежка в старшем возрасте возможно использовались для запугивания субъектов данных исследований во имя сокрытия жестокого обращения с ними во время государственных исследований Люди говорят об МК Ультра в двух смыслах Во-первых, это как бы общий термин для всех проектов по контролю разума, но технически это отдельная программа, продолжавшаяся в течение 50-60-х годов, прекращенная в 64-м Что означает, что МК Ультра как проект не функционирует сегодня, но нечто вроде МК Ультра по другим именем определенно должно существовать И у меня нет никаких сомнений, что совершенно очевидные методы контроля разума используются сейчас в тюрьме Гуантанамо И там видны все признаки контроля разума Капюшоны на глаза, эти принудительные сидячие позы, сенсорная депривация, лишение сна, всевозможные нападки на системы верования заключенных, сексуализация допросов, подвергание воздействиям, идущим в разрез их религии, возможно галлюциногены и наркотики Что подтвердить документами я пока не могу Пытка водой То есть все компоненты программ по контролю разума там в полном наличии Слушания комитета были на самом деле не об этом, и у тех женщин не было по-настоящему неопровержимых документов Но они рассказывали истории, которые я слышу раз за разом от жертв в контроле разума Итак, Клаудия Малин и Кристина Деникола выступают в Вашингтоне в качестве свидетелей и говорят Да, радиация, но это лишь было малой частью экспериментов по контролю разума Которым нас подвергало правительство США, начиная с нашего детства И после этих слов кто-то из комитета сказал Как было передано мне очевидцами Спасибо большое, давайте перейдем к следующему свидетелю Отлично То есть давайте притворимся, что это просто не происходило В 19 веке Франц Месмер развлекал бесчисленных зрителей гипнозом Который в дальнейшем, как открыто, так и тайно, изучался в течение последующего 20 века До тех пор, пока работавший в ЦРУ доктор Эста Брукс, выпускник Гарвардского университета Удостоенный стипендии Сесила Ротса, не создал наконец надежный метод гипнотизирования Позволявший его применение в науке социального контроля Джордж Эста Брукс был психологом канадского происхождения Чья карьера проходила в Калгейтском университете в штате Нью-Йорк Еще в 1943-м в своей книге «Гипноз или гипнотизм» он описал в мельчайших деталях Как используя моряков и других военных Он испытывал на них гипноз и иное программирование Пытаясь создать новую личность Называя их, соответственно, Джонс А и Джонс Б И новой запрограммированной личности давалось задание, которое могло быть доставкой, проникновением куда-либо, любым заданием Причем первичная исходная личность оставалась в полном неведении и совершенно не помнила об этом задании Эста Брукс был ведущим авторитетом по вопросам гипноза, программируя солдат во время Второй мировой действовать в качестве курьеров, не осознававших, что они являются загипнотизированными агентами на задании Таким же образом, УСС добивалась политических целей посредством секретных методов шпионажа и убийств Используя науку гипнотизма там, где обычные гипнотические и фармакологические методы не работали Применение прямого стимулирования электричеством, направляемого непосредственно в мозг, стало следующим логическим шагом В 1964-м нейробиолог из Ельского университета Косе Дель Гадо вживил управляемые по радиоэлектроды в мозг агрессивного быка В попытке контролировать его поведение во время схватки с Мотодором Дель Гадо мог остановить атакующего быка простым нажатием кнопки Он не ограничивался быками, он проводил эксперименты на кошках, обезьянах и даже на людях Среди подопытных были даже 11-летние подростки Там была 16-летняя девушка, и в его книгах есть фотография, где на одной она отсутствующей смотрит куда-то в пустоту На другой бринчит на гитаре, на третьей стучит кулаком в стену В зависимости от кнопки, нажатой им в этот момент на передатчике Дель Гадо разработал прибор, названный им стимулопередатчиком Позволяющим ему вызывать определенные эмоции и регулировать поведение посредством направленной стимуляции различных отделов мозга Его идея развития общества будущего заключалась в том, и он был совершенно серьезен и описывал это в деталях Чтобы вживить электроды всему населению, кроме, видимо, самого доктора Дель Гадо и нескольких представителей элиты И контролировать таким образом всех и каждого И это не будет фашизмом Это будет следующим этапом эволюции Доктор Дональд Юэн Кэмерон был психиатром шотландского происхождения Возглавлявшим Американскую психиатрическую ассоциацию с 1952 по 1953 годы А позже ставший первым президентом Всемирной психиатрической ассоциации Кэмерон был напрямую замешан в экспериментах по промыванию мозгов, проводившихся ЦРУ в рамках МК Ультра Сверхсекретной программы по управлению разумом Под управлением Сидни Готлиба и при финансировании ЦРУ через различные подставные организации Он годами проводил эксперименты по разработке техник модификации поведения Именно здесь ЦРУ проводило целые серии экспериментов Жутких экспериментов Работа проводилась с тогдашним директором института доктором Юэном Кэмероном Это были эксперименты, ближайшие к определению промывания мозгов, известные на данный момент Его работа беспрецедентная для психиатрии Состояла из трех областей, названные им Сонная терапия, психическое управление и окончательный депаттернинг Говорит доктор Морис Донжье, нынешний глава института Алан Мемориал В его так называемой технике психического управления Пациенту прописывался курс интенсивной электросудорожной терапии Чтобы заставить пациента глубоко регрессировать, забыть себя А затем он пытался внедрить новые идеи в разум пациента Для обывателя это бы выглядело, словно доктор Кэмерон пытался как бы стереть с грифельной доски разума пациента все, написанное на ней до того Иными словами, промыть ему мозги Да, это весьма хорошее сравнение Промыть мозги? Да, именно Доктор Юэн Кэмерон был на контракте в МК Ультра И хотя официально заявлено, что у него не было доступа к сверхсекретной информации, я уверен, что это не так Причина, по которой я это утверждаю, в том, что он был в разное время президентом психиатрической ассоциации Квебека Канадской психиатрической ассоциации Общества биологической психиатрии и Всемирной психиатрической ассоциации Юэн Кэмерон был самым известным психиатром в мире в 50-х годах 20-го века Назовите любую психиатрическую ассоциацию любого размера и важности, и он наверняка являлся ее президентом Он был психиатром Какое-то время президентом Всемирной психиатрической ассоциации Он эмигрировал из Шотландии и работал в Канаде под руководством Сидни Готлиба Управляя одним из проектов, имевшим дело с ЛСД и различными видами управления разумом В первую очередь с гипнозом Его эксперименты в основном содержали в себе два компонента Один из них — психическое управление, и другой — депаттернинг, разрушение шаблонов При депаттернинге вы подвергаете пациентам множеству сеансов электрошока Более 100 с лишним С в 6 раз большим уровнем электричества на сеансе, чем обычно Полностью стирая их разум, так что они не знают, кто они, где они находятся Они даже не узнают своих детей И затем, когда они достигают этого состояния, вы можете добавить к лечению барбитураты и прочие наркотики Заставляя их спать неделями подряд, или находиться в полусне, проигрывая им закольцованные записи на пленке Снова и снова, что и называется психическим управлением На этих пленках был голос доктора или голос самого пациента, что, как предполагается, программирует совершенно новую личность Есть вероятность, что в некоторых случаях Кэмерон помогал пациентам против их воли Неделю за неделей, держа их под наркотиками и в бессознательном состоянии Под угрозой стать пациентом психиатрических клиник на всю жизнь, если они откажутся от его процедур Он основал программу пыток, мягко говоря, пыток пациентов, совершенно не догадывавшихся о происходящем до обращения в клинику Немало людей приходили к нему за помощью, за лечением А он экспериментировал над ними, как палач, пытаясь создать новую личность Кэмерон работал на средства фонда Рокфеллера в институте Алан Мемориал Монреале в провинции Квебек Он утверждал, что в первую очередь необходимо освободить от шаблонов поведения разум пациентов, чтобы у них был шанс на выздоровление Причем за 10 лет до этого он участвовал в Нюрнбергском процессе над врачами в 45-м, допрашивая высших нацистских преступников После Второй мировой войны и создания ЦРУ Необходимость в сыворотке «Правды» и других наркотиках, полезных для ЦРУ при достижении различных целей, сильно возросла Они обратились в бюро по наркотикам Гарри Анслингеру И опять же, агент Аслингера по наркотикам Джордж Уайт был ведущим агентом в программе Называвшейся «МК Ультра» Она, по сути, началась в 1952-м в Нью-Йорке Уайт работал с офицером ЦРУ по имени Сидни Готлип Готлип был шефом отдела технического обслуживания на тот момент И он имел доступ к запасам ЛСД Ученые из ЦРУ решили, что он и станет наркотиком, на котором они сфокусируют свои усилия Марихуану почитали не слишком эффективной для достижения цели их интересующих Уайт подключил пару федеральных агентств по наркотикам, чтобы найти пару информаторов в этой сфере И вышел на улицы Нью-Йорка Он также нанял режиссера легкого порно для своих нужд По всей видимости, Уайт и сам был не против сексуальных извращений Об этом писали Его привлекал садомазохизм То есть у него присутствовали нужные качества для подобной работы Выходившие за пределы обязанностей федерального агента Способного выполнять подобные функции Он неплохо соответствовал своей роли в происходящем на наркотической изнанке В 1953-м программа была оформлена под названием «Полуночный оргазм» У Уайта была конспиративная квартира в Нью-Йорке Которую ЦРУ оборудовала двухсторонним зеркалом, микрофонами и записывающей аппаратурой Чтобы Уайт и ученые из ЦРУ могли снимать на пленку людей, кому в напиток незаметно добавляли ЛСД Позже программа вышла за рамки исследования ЛСД И они обнаружили, что сами эти конспиративные квартиры Были, возможно, самыми важными аспектами этой программы Как и проститутки, нанимавшиеся для того, чтобы привезти туда людей Чтобы они могли снять на пленку их поведение под воздействием наркотиков В 1960-м ЦРУ организовала еще одну такую квартиру в Нью-Йорке Я разговаривал с людьми, работавшими с этой квартирой И один из агентов по наркотикам сказал мне, что полагали, что ЦРУ на самом деле использовала Это место, когда высокопоставленные чиновники посещали ООН Или политики приезжали в Нью-Йорк для встречи с мэром Официальные лица федерального и высшего уровня, снимая их там на камеру Вероятно, используя это позже в целях политического шантажа Еще одним выпускником Гарварда, финансированным ЦРУ, был доктор Мартин Т. Орн Чья квалификация в гипнотизме, психиатрии и психологии Была ценным активом для агентств национальной безопасности Он был близким другом доктора Джорджа Эстабрукса Работы Орна погиб на программировании в университете Корнелло в 60-е годы 20-го века Финансировались фондом экологии человека и института научного инжиниринга Получавших эти средства от ЦРУ Чтобы обеспечить прикрытие операциям вроде полуночного оргазма Ученые из проекта МК Ультра организовали фонд синдрома ложной памяти Чтобы скрыть факты этих тайных экспериментов, создавая достаточную неразбериху Чтобы отрицать факты педофилии, культовых надругательств и других неудобных истин о деятельности ЦРУ Правление фонда синдрома ложной памяти являлось списком кто есть кто в МК Ультра Помимо доктора Орна в правлении был еще один психиатр ЦРУ из проекта МК Ультра Доктор Джолиан Уэст, бывший протеже доктора Юэна Кэмерона Как и его достопочтенные коллеги по проекту, Уэст был печально известен своими умениями в гипнопрограммировании Он использовал силу слова, чтобы заставить пациентов поверить, что воспоминания о жестоком обращении с ними были лишь плодом их воображения Основатели фонда синдрома ложной памяти, Памела и Питер Фрейд, публично заявили, что Питер был несправедливо обвинен в инцесте его собственной дочерью, которую звали Дженнифер Она известна как многолетний редактор журнала психологических травм и диссоциации, напечатавший несколько моих публикаций Это основной журнал по вопросам изучения множественных личностей Он был создан специально в рамках программ по созданию манчжурского кандидата, в рамках программ МК Ультра, Артишок, Блюберт Среди работавших там фигурировали Джолиан Уэст и Мартин Орн, входившие в правление фонда синдрома ложной памяти, утверждающего, что все случаи множественной личности выдуманы психотерапевтами, так же, как и воспоминания пациентов о насилии над ними Я не могу игнорировать то, на что были способны наши разведывательные агентства посредством программирования разума В различных исследованиях, проектах, Блюберт, МК Ультра и так далее и тому подобное Позвольте я скажу таким образом Жюль Румен, свидетельствуя от имени ЦРУ Сказал Выступая перед Конгрессом И я мало что здесь перефразирую, настолько это невероятно Мы сейчас знаем Что можем взять человека И при наличии достаточного времени Заставить его убить своих мать и отца И съесть их, приготовив из них рагу Каким образом власть оказывается в руках тех, кто контролирует информацию Циркулирующую через интернет, беспроводные сети, смарт-сети, смарт-приборы и смарт-счетчики Отслеживая и направляя личное поведение каждого гражданина в этой сети Насколько сильна роль управления разумом человеческих ресурсов В формировании 20-го, а теперь и 21-го века? Один и тот же шаблон постоянно возникает из этого кажущегося хаоса Науки, сопредельные со сферой разума и поведения Давно не используются для помощи людям Напротив, каждый прорыв, каждое новое открытие, новое знание Используется для ограничения индивидуума Выученная беспомощность — лишь один из примеров В 70-е годы 20-го века Они открыли при помощи экспериментов над собаками Проводя опыты с двумя группами собак Когда одна группа может контролировать Получат они удар током или нет Нажимая носом на кнопку А вторая группа при том же количестве ударов током Не могла повлиять на это никоим образом И они открыли этот феномен, названный выученной беспомощностью Собаки, не имевшие возможности контролировать удары током Становились пассивными, погружались в депрессию И когда им давалось другое задание Где все собаки могли предотвратить удары током Перепрыгнув через невысокий барьер Собаки, приученные к беспомощности Иными словами, собаки из предыдущего эксперимента Выучившие урок, что они не могут ничего изменить, чтобы избежать боли Даже не пытались что-либо делать Национальные выборы — это даже не демократия Демократия означает, что у вас на самом деле есть некая власть над вещами Влияющими на вашу жизнь, так? Но когда американцы думают, что их демократия равняется национальным выборам И они голосуют, не получая ничего, кроме бессмысленных войн и засилия корпораций Когда президент-республиканец вроде Джорджа Буша И они думают, мы остановим эти бессмысленные войны и засилия корпораций Поэтому мы проголосуем за Обаму, этого демократа И что они получают вследствие этого? Бессмысленные войны и засилия корпораций То есть здесь тоже присутствует некая выученная беспомощность Как убеждения, отношения к чему-либо, поведения и общественные ценности Трансформируются таким образом, что нужды отдельного индивидуума Оказываются в постоянном конфликте с требованиями группы Тенденция бессмысленного потребления, начавшаяся в 20 веке Подмена полезного и целесообразного На поверхностное и бесплодное поглотили Америку и страны всего мира стараниями нескольких умов Фокусировавшихся на управлении течением наших жизней задолго до нашего рождения Эдвард Бернейс, племянник Зигмунда Фрейда, хорошо известен как отец современной пропаганды и пиара Широко применявший психологические техники в рекламной сфере Людям присущ стадный инстинкт, им свойственно собираться в группы Они принимают решения, основываясь на эмоциях, чувствах и желаниях Эдвард Бернейс, племянник Зигмунда Фрейда, архетипический психолог, психиатр В открытую заявлял, что есть правящая элита, взявшая контроль над обществом Что они, по сути, могут программировать людей, как роботов, даже спрыгнуть с края обрыва, если им приказать это сделать Именно он однажды сказал, называйте себя не министерством войны, а министерством обороны И он писал книгу за книгой, вроде книги пропаганды 1928 года, рассуждая в них Насколько мы все тупые животные, насколько общественное мнение находится в его руках В то время свиное брюхо почти не использовалось пищу, на него смотрели как на отбросы Его использовали только для усиления вкуса в супах И они сказали, завтрак неполноценен без яичницы с беконом Мы показали в новостях женщину, готовящую яичницу с беконом И он сказал, послушайте, я могу заставить людей делать все, что угодно Поэтому он, по сути, архетипический отец промывания мозгов и пропаганды Как раз в тот момент началась эра телевидения И они взяли за основу его науку и просто разрушили эту страну Среди его известнейших клиентов Проктор энд Гэмбл, Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Юнайтед Фрут Компани, Уэстинг Хаус Электрик, Журнал Тайм, НБС и Си Би Эс Он посмотрел на то, что говорил его дядя Зигмунд Фрейд, на то, как работает бессознательно и разработал свою собственную идею, что возможно заставить людей делать то, что ты хочешь от них Потому что они выбрали поступить таким образом В своей книге «Пропаганда» он четко заявляет, что интеллектуальная элита считает своим долгом дирижировать убеждениями и поведением населения ради создания однородного сплоченного общества Они собрались вместе и сказали, что ж, вы сами знаете, что народ слишком глуп и туп Нам необходимо программировать их мышление, направляя на то, что они должны делать Политическая наука сегодня в значительной степени основана на работах Бернейса В 1917-м Бернейс работал в Комитете общественной информации Организации, созданной для влияния на общественное мнение ради втягивания США в участие в Первой мировой войне По требованию президента Вудера Нильсона, Бернейс лично присутствовал на Парижской мирной конференции 1919 года Тот же год, когда он основал в США первую фирму по общественным связям Достигнув определенных результатов, он получил поручение от Вудера Вильсона помочь ему в продвижении идеи Участия США в Первой мировой, что она служила целью распространения демократии по территории Европы Бернейс с его послужным списком считается сейчас отцом того, что мы сегодня называем нейромаркетингом Широко освещалось, что Йозеф Геббельс использовал книгу Бернейса «Манипуляция общественным мнением» Первую книгу, написанную по поводу зарождающейся сферы связи с общественностью Формулируя собственные кампании по пропаганде в нацистской Германии Помимо Бернейса, среди светил управления общественным согласием стоит назвать Уолтера Липмана и Айвили, внесших свой вклад в подобные методы Расширяя и углубляя манипулирование разумом индивидуумов посредством СМИ А потом я прочел книгу Уолтера Липмана 1928 года, обсуждающую связи с общественностью и общественное мнение И по сути говоря еще о тех же вещах, что общественность по своей сути не иррациональна Но они могут использовать пиар, пропаганду и СМИ, чтобы играть на присущем людям нелогичном поведении Вместо того, чтобы знакомить их с концепциями и законами истинного порядка вещей То есть вместо того, чтобы обеспечить мир во всем мире путем обретения всеобщего согласия Дав людям набор неких методов, отделения фактов от вымысла Они использовали этот пробел в нашем восприятии, чтобы надувать нас То есть мы наблюдаем В течение всей истории человечества, как одни люди обманывают доверие других людей Что касается Айвели, он был не только известен своими связями с самыми престижными корпорациями и фондами Америки Также он находил в своем плотном графике время для персональной консультации Джона Рокфеллера Представляя стандарт Оил И являясь одним из первых членов Совета по международным отношениям Более того, в 30-х годах 20 века Айвели был консультантом Адольфа Гитлера Задачей разработать стратегии улучшения имиджа Германии в Соединенных Штатах и остальном мире Дети впечатлительны! Вот почему на нашем канале мы внимательно просматриваем программы и рекламу, которые увидит ваш ребенок У нас вы можете увидеть и плохих парней, но не в роли героев Ваши дети будут знать, что преступление никогда не оправдывает себя, поскольку мы озабочены и их будущим тоже Такова наша политика Политика Национальной Ассоциации, вещательные кампании, относительно телевидения и прочих общественных интересов Ситуация у Уэйка была очень странной Это касается как действий служб правопорядка, так и вмешательства в бюро по оружию и взрывчатке, устроившего штурм ранчо, принадлежавшего церкви ветви Давидовой А также факта, что на помощь была вызвана команда по спецоперациям Это та ситуация, когда все, что могло пойти не так, в общем, пошло не так с самого первого дня Администрация Клинтона и ответственные за ситуацию начали рассматривать варианты Одной из альтернатив ими рассмотренных было приглашение команды по спецоперациям для консультаций по поводу, цитирую, психологических операций Когда сотрудники спецназа прибыли, они начали давать советы работникам правопорядка по применению особых способов воздействия на ситуацию При проведении психологических операций, они обычно смотрят на то, как модифицировать, адаптировать или каким-либо образом изменить мышление целевой группы Подобные методы, использованные для давления на церковь ветви Давидовой, были разработаны для военных операций вне пределов страны, нацеленные в первую очередь против внешнего противника То есть, стоит задать вопрос, в чем смысл использования методов для психологических операций, разработанные для действий за рубежом, против цели на территории США Это весьма противоречивый момент Как людям защищаться от искаженной информации? От пропаганды? Ответ весьма прост Задавайте вопросы Всегда проверяйте источники информации Мне, как общественному деятелю, часто приходится говорить на публике по поводу различных вопросов и информации Поэтому я переворачиваю каждый камень Меня критикуют мои же друзья Боже мой, ты смотришь Fox News и CNN Естественно Потому что искаженная информация, передаваемая основными новостными СМИ, тоже что-то значит В смысле? Почему они подают это именно таким образом? Как привычки отдельных индивидуумов подвергаются изменению, а затем усиливаются для создания новых моделей поведения, предпочтительных для групп и коллектива? Мало что изменилось в этих методиках за тысячелетия, прошедшие до наших дней Разница лишь в технологиях Сегодня телевидение предоставляет особые рычаги воздействия на настроение публики и разум отдельных людей Более действенные, нежели простое лингвистическое программирование, присущее радио Главная цель телевидения — реклама Программы разработаны так, чтобы держать людей на крючке интереса достаточно долго, чтобы они посмотрели рекламу То есть их погружают в более пассивное, зомбированное состояние, чтобы они купились на бестолковую тупую рекламу Такова идея Вы намеренно подвергаете себя и свою семью мощной психологической атаке Не только посредством семантики программирования или скрытыми посланиями, но даже сама частота мерцания телевизора, согласно патенту, выбрана для покупки Угружение вас в полусонное состояние, в котором вы особо внушаемы Вы думаете, что смотрите на постоянную картинку. На самом деле все не так. Сегодня панель телевизора собирают из светодиодов, которые постоянно включаются и выключаются Из-за чего происходит процесс вовлечения мозга в резонанс Если говорить простым языком, дело в следующем Исследования показывают, что мозговые волны среднего человека, находящегося перед экраном телевизора, менее чем через 3 секунды перейдут в диапазон альфа-волн Состояние гипноза определяется уровнем активности мозговых волн Если взглянуть на волны вашего мозга на электроэнцефалограмме, в нормальном состоянии сознания это бета-волны, то есть 13-30 колебаний в секунду 30-30 это состояние повышенного стресса, тут вы обычно падаете в обморок Альфа-волны это 7-12 колебаний в секунду, или чуть больше, в зависимости от шкалы В альфа-диапазоне сознание фактически находится в состоянии гипервнушаемости И это держит людей как под успокоительным Вы уверен, знаете, что в тюрьмах телевидение используется для сокращения числа охранников Естественно, людям потом скажут, что вполне нормально иметь в семье больше одного телевизора У людей уже по 3-4 телевизора в доме, и они уже смотрят это не только по телевизору, но и на своем телефоне, ноутбуке И они хотят сделать нормальной, сумасшедшую идею, что можно смотреть телевизор 6-7 часов в день Телевидение было и есть одно из главных средств контроля разума И уже более 60 лет телевизоры сидят с детьми вместо родителей, бомбардируя их картинами насилия, аморального поведения и порочности И дети настолько привыкают к этому, что когда они видят наяву, как умирает на улице реальный человек Они не пытаются помочь ему, мы наблюдаем подобное, поскольку, оу, это развлечение Иной раз видишь, как люди смеются над тем, что кто-то пострадал Потому что это означает больше развлечений, их внутреннее сопереживание, сочувствие, словно выключено Роль рекламы определенно эволюционировала в сторону от утилитарной необходимости в передаче информации О внешнем виде, функциях и ценности продукта Применение достижений поведенческой психологии Сыграло огромную роль в том, как корпорации продают сегодня товары потребителям в американском обществе и во всем мире В 1921 году, покинув университет Джона Хопкинса Джон Б. Уотсон, основатель бихевиоризма Стал работать на рекламное агентство Джей Уолтер Томпсон И к 1929 году он стал вице-президентом этой фирмы Уотсон ввел в рекламный бизнес новые техники исследования рынка И обнаружил, что продажи можно провоцировать, манипулируя образами, ассоциируемыми с названиями брендов К примеру, курильщики, будучи завязанными глазами, не могли бы заметить разницу между брендовыми сигаретами и обычными Джей Уолтер Томпсон до сих пор остается одним из наиболее влиятельных рекламных агентств в мире Большинство людей убеждены, что они ведут свою жизнь, следуя своему выбору, принимая самостоятельные решения, так? Ну, знаете, я решил сделать так, я решил вот это, я поступил таким образом Сканирование мозга позволяет нейромаркетингу сегодня точно знать, какой продукт куда поместить Как его упаковать? Какие цвета привлекут твое внимание? Какие образы тебя заинтересуют? Какое предпрограммирование обуславливает возможность объединения этих программ? И когда вы живете в обществе, где людям на всех уровнях твердят «Потребляй, чтобы купить себе немного счастья», и это становится их единственным спасением, единственным способом дотянуться до счастья Это общество не назвать иначе, как обществом фанатичного потребления В чем здесь проблема? Почему это опасно? Что ж, когда люди беспокоятся лишь о возможности что-то купить, вы получаете возможность сделать их слабее, во многих смыслах Определенно вы можете сделать их менее уверенными в себе Когда им говорят, что достаточно лишь покупать всякие товары, чтобы обрести еще немного счастья Они не осознают, что можно набрать немалую внутреннюю силу, делая различные вещи самостоятельно И, помимо этого, люди становятся поглощенными собой Я имею в виду, что реклама, как технология консюмеризма, направлена на Перефокусировку их заботы внимания на удовлетворение сиюминутных потребностей и ощущений Поэтому, если у них случится плохой день, они должны фокусироваться на этом Фокусироваться на том, насколько они погружены в депрессию Миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов потрачены в тайне и в открытую В попытках выяснить, как подключиться к вашей психике Как заставить вас выбрать то, чего вы в ином случае не выбрали бы Делать вещи, которых вы в ином случае не стали бы делать Убедить вас потратить свои деньги на какой-то товар или свое время на политические программы Я также просил отделы среднего образования сделать частью каждого учебного дня какое-либо послание Против насилия, против оружия Каждый день, в каждой школе, на всех уровнях Одна вещь, я думаю, понятна как в отношении молодежи, так и взрослых Что мы должны повторять это снова и снова Недостаточно просто вывешивать запоминающиеся объявления по понедельникам, пусть даже каждый понедельник Нужно делать это каждый день и просто, по сути, промыть людям мозги, чтобы они относились к оружию совершенно по-другому По мне, манера СМИ лишь тупо передавать слово в слово, чтобы правительство им не заявило Дает этому правительству полную свободу вылепить любую историю или сказку, какую она захочет Какую бы цель оно ни преследовало Вот в чем нюанс Вот почему, когда вы смотрите шестичасовые новости и переключаете с одного канала на другой Рекламные паузы на каналах совпадают Они рассказывают одни и те же истории и рассказывают их в одно и то же время И если вы обращаетесь к интернету, к английскому BBC или другим зарубежным источникам То сталкиваетесь с новостями, о которых мы в США даже не слышим Основные СМИ сегодня Передний край психологической войны Происходит не иначе, как полномасштабная атака на основное население Когда вы смотрите какой-либо из главных телевизионных каналов Вы, по собственной воле, сидите под дулом автомата Когнитивный диссонанс случается при отсутствии целостности в индивидууме и его образе мышления Вследствие чего, противоречащие элементы, пытающиеся одновременно сосуществовать его разуме Создают чувство неудовлетворенности и замешательства, гнев и агрессивность Причина в разнице между тем, каким вы видите мир, и тем, каков он на самом деле Когнитивный диссонанс в действительности, опять же, причудливый психологический термин Для состояния внутреннего напряжения, испытываемого людьми Когда перед ними встают две противоречащих друг другу идеи Роль психологии в рекламном бизнесе — создание этого когнитивного диссонанса Конфликта между тем, что вы имеете, и тем, чего хотите И чтобы заполнить образовавшуюся в результате пустоту, вы подстраиваете свое поведение, пытаясь добиться своей награды Вот если бы стало возможным приучить все общество к приему изменяющих сознание, но одобряемых культурой наркотических препаратов Этот когнитивный диссонанс, вероятно, был бы почти умиротворен Добиваясь социального контроля, правящий класс искал расширение своих возможностей влияния на индивидуума Игр разума, психологических атак и рекламы было просто недостаточно Но была возможность применять химические средства, физически влияющие на аппаратное обеспечение нашего мозга Чтобы поддержать уже существующее вредоносное программное обеспечение В форме эффективной пропаганды и рекламы Благотворительные фонды, включая фонды Карнеги и Форда, следовали путем фонда Рокфеллера Широкомасштабно финансировавшего продвижение фармакологических средств для осуществления социального контроля И они говорили, мы дадим вам миллион долларов для вашей медицинской школы Если вы будете преподавать в своей школе применение фармакологических наркотических средств И доктора были просто рады получить это прекрасное здание этих высокооплачиваемых учителей Самых лучших, талантливых и умных, профинансированных теми самыми необлагаемыми налогами-фондами Но из этого следует, что будущих докторов учат Наркосредство, наркосредство, наркосредство Психология сама по себе, как профессия Является гигантской операцией по контролю разума Что происходит, когда поведение, демонстрируемое группами индивидуумов Отражает факт безвольной передачи права и умения разумно мыслить Так называемым экспертам и авторитетам, то есть самозванцам, принимающим решения за них Психиатры нередко свидетельствуют в суде Есть у кого-либо синдром дефицита внимания или клиническая депрессия или что еще Но все эти официальные психические заболевания являются чистой ложью и подделкой Поскольку нет диагностических тестов для всех этих расстройств Ни для синдрома гиперактивности Ни для биполярного расстройства Депрессии, шизофрении, ни для чего, о чем вы слышали Как об отдельном психическом заболевании В Американской психиатрической ассоциации есть комитет, создающий ДСР Их библию по диагностике психических расстройств, решая, что в ней содержится Они решают, что определенные люди, не обращающие внимания на скучные вещи, страдают расстройством, называемым синдромом недостатка внимания гиперактивности И если вы согласны, вы больной Хотя, быть может, вы просто являетесь человеком, обращающим внимание на вещи, вас интересующие Достаточно непреклонным, чтобы отказываться интересоваться чем-то скучным для вас И что, возможно, это хорошая штука Может так вы обретете нечто действительно достойного вашего интереса Вместо того, чтобы позволить каким-то людям надоедать вам всю жизнь своими правилами Ведь ты просто хочешь слушать лишь то, что по-настоящему тебе интересно Если вы принимаете эти идеи, что у вас есть заболевание, что с вами что-то существенно не так Вы становитесь более легкой добычей для врачей, желающих поживиться за ваш счет И некоторые из этих наркотических лекарств, такие как антидепрессанты вроде Прозака, Паксила, Изолофта и прочие Известны, как провоцирующие агрессивное поведение, включая убийство и самоубийство А профессиональные психиатры, иначе не скажешь Просто засеивают нашу страну, словно Ниву Подобными диагнозами, подобными наркотиками Это операция Хаос Частью проблемы в психологии и психиатрии, когда дело доходит до диагностики Является отсутствие какой-либо политической осознанности в том Что они патологизируют неприятие авторитаризма, неуступчивость, сопротивление Я думаю, одна из причин, что подавляющее количество психиатров, психологов, профессиональных целителей души Являются скорее уступчивыми, покладистыми людьми И когда они видят нежелающих подчиняться Более упрямых, более позиционно настроенных пациентов Особенно молодежь Это вызывает у них немало беспокойства И у вас есть власть, чтобы делать это 10, 20, 30, 40, 50 лет Все эти маленькие семена Наркотические препараты, влияющие на мозг Всевозможным, непредсказуемым и жутким образом И у вас есть власть, делать это в течение 50 лет Неужели это будет для вас просто контролем разума? Это контроль разума в его высшей степени Если обычай стал маховиком нашего общества Если привычка держит нас в повиновении Значит, это наши обычаи и привычки делают нас рабами так называемых баловней судьбы Поскольку их судьба столь благословна к ним лишь потому, что наши привычки Мешают нам стремиться изменить сложившийся статус-кво И расти в правильном направлении Как нам начать менять наши привычки Чтобы наши действия не противоречили индивидуальным нуждам Чтобы научиться выживать и процветать в этом мире И что будет, если мы не станем сопротивляться происходящему? Мы движемся по направлению к системе, при которой нас ждет экономический коллапс Реальный кризис, хуже всего того, что мы уже видели Мы окажемся в ситуации, когда большинство людей не будет понимать, как это произошло Они не будут осознавать, что это результат действий правительства, коррумпированных политиков И поэтому они будут взывать тем же самым коррумпированным политикам И поддерживать тот же самый политический курс, получая лишь еще больше старых проблем Вот куда нас направляют Все происходящее таково благодаря людям, кто умнее нас, эрудировании нас, организовании нас У них под рукой множество рычагов и бесконечный поток денег, которые они печатают из воздуха Причем каждый согласится, что они настоящие Но это все иллюзия, ваш разум реален, объективная реальность реальна Мудрость обладает ценностью, потому что помогает нам научиться существовать вместе Но все те вещи, о которых они заставляют нас думать, как о ценных, вроде бензина или сырьевых продуктов Они все в основе топлива И если мы просто осознаем, что происходит, каков в этом наш добровольный вклад Мы перестаем играть подобную роль в нашем собственном родстве В какой-то момент нашей жизни мы приходим к необходимости спросить себя Какая последняя оригинальная мысль посещала твою голову? Ваша походка, манера разговора, ваш словарный запас Все это вы встроили в свои надежды чего-то добиться Основанные на роли, которую вы выбрали сыграть в театре жизни Подчиняясь ежедневному влиянию внешних источников Я думаю, мы видели, каковы последствия послушного согласия со всем Потому что именно это в данный момент делает большинство людей в Америке Как следствие, мы каждый день теряем все больше своих конституционных прав и своей свободы Постоянно отбираемый у нас этим всеобъемлющим полицейским государством Навязываемым нам правительством Соединенных Штатов Если вы, кто смотрит это сейчас, не проснетесь и не начнет исследовать эти факты Чтобы доказать их самим себе и предпринять действия против этих людей Вы совершаете преступление не только по отношению к себе Но и по отношению ко всему человечеству Последствия несопротивления контролю Это потеря всего Что делает нас людьми Что мы так любим О чем мы заботимся Просто вспомните, какие законы, принятые за последнее время, расширяли наши права Не было таких Не было совсем Очень многие критические, мыслящие люди Осознают, насколько могущественным является этот гигантский правительственно-корпоративный монстр И подобное понимание для критически мыслящих людей Может оказаться довольно болезненным и приводить их к депрессии, апатии, желанию сдаться И поэтому мы видим, как с течением истории Немалое количество великих критических мыслителей Иногда поддаются депрессии и злоупотреблению разными субстанциями Поскольку они столь подавлены этим, в противоположность тем, кто понимает эту дилемму так, что Если я буду мыслить критически, я увижу, насколько могущественна эта диспатическая власть по сравнению со мной А я не могу позволить этой боли заставить меня сдаться и утонуть в этом фатализме Информация, знание — это власть и контроль Каким бы ни выглядело что-либо для общественного мнения, о чем бы власти ни говорили на публике Вполне вероятно, есть что-то еще, на что люди не обращают внимания Вот почему важно, чтобы каждый отдельный человек заглядывал за границы того, что произносится публично Это все процессы ввода и вывода информации И мы пытаемся сохранять чистым сигнал поступающего знания о том, что происходит от фильтровой помехи И мы делаем это, не обращая внимания на несущественные заявления авторитетов И идентифицируя противоречия в них, поскольку люди могут эффективно лгать при помощи слов И при нашей собственной вере в эти слова устанавливают контроль над нашими жизнями Поэтому понимание этих важнейших аспектов того, как они нас контролируют Мы можем индивидуально научиться тому, как стать свободными и передавать друг другу знания, как делать это более эффективно Не покупайтесь на пропаганду, не верьте основным СМИ Иногда они говорят правду, но не слишком часто Мы можем сделать единственную вещь — изменить курс, которым идем сейчас И это означает вернуть себе право решать Все позиции власти в Америке сегодня и по большей части в остальном мире находятся в руках коллективистов, глобализаторов, верящих в систему, в которой мы живем Им она нравится? Во-первых, мы должны вернуть нормальные школы и обучать наших детей Что, ребята, это уже случалось в прошлом Вот что происходило Вы должны быть сознательным, отстаивая свою точку зрения И неважно, сколько людей хочет видеть вас частью группы Не ведитесь на это Поскольку вы теряете свою индивидуальность, став частью группы Вы должны как бы простить себя И после этого у вас будет больше сочувствия к другим людям До сих пор остающихся жертвой системы Все еще верящих, что те, кто контролирует их жизни В какой-то мере переживают за них И у меня уже нет проблем С увеличивающимся количеством тех, кого называют теоретиками заговора Вопросы о том, что происходит, задавать необходимо Потому что мы уже не можем доверять правдивости СМИ Активизм может помочь обществу Оно уже разрушается под весом своей собственной глупости Пусть оно рухнет на пару поколений ранее, чтобы мы имели возможность перейти к более здравому обществу Разбираясь с тем, что мы можем сделать ради освобождения Нужно, во-первых, внимательно взглянуть на существующее в данный момент А существует система, организованная, построенная для контроля над толпой И если вы не оказываете этому сопротивление Вы теряете всю свою индивидуальность, свою личность За вас мыслить другие Вы отказываетесь от собственной жизни И это очень серьезно Это словно удар ножом в спину Поскольку без свободы и независимости Без права пользования плодами своего труда и усилий У тебя нет никаких прав в этой системе Свобода означает свобода Не немного свободы, полная свобода И если ты не отбираешь жизнь, свободу или имущество своих ближних Ты свободен делать все, что угодно На этих принципах эта страна и строилась когда-то То есть решением проблемы будет возврат к тому, высокому идеалу К той высоте помыслов Тогда, возможно, все Не обязательно влюбить систему, в которой живешь Ты имеешь право выступать против нее Все начинается со свободы индивидуума А затем этот индивидуум может спросить Что мне делать со своей собственной свободой Как я собираюсь пользоваться своим воображением Моими творческими способностями Чтобы изобрести мои собственные реальности И воплотить их жизнь в этом мире Вместо того, чтобы пассивно сидеть на заднем ряду Позволяя элите создавать реальность для меня Человечество стоит того, чтобы сопротивляться этому Не выступая против этих дьявольских глобализаторов Вы передаете в их руки своих сородичей Всю нашу историю и наше общее будущее Вы предаете своих предков, преодолевавших невероятные трудности Чтобы у нас с вами были хоть какие-то основные свободы И вы предаете самих себя, своих детей, свою семью И все будущие поколения людей Мы не можем предать наш род человеческой кромешной тьме Мы не можем предать наших близких людям Обожающим причинять боль невинным Ненавидящим красоту Мы должны противостоять новому мировому порядку Мы должны освободить наш разум и разбудить человеческий дух Пришло время спящему великану человечества проснуться Ждите вскоре полную версию фильма «Государство разума» «Психология контроля» С дополнительными материалами, не вошедшими в окончательную редакцию И интервью съемочной группы Алексу Джонсу Во время премьеры ленты на infowars.com Перевел Святослав Макаров Текст читал Lord32x Специально для Unseen Matters